Оригинальная феномена? Оригинальная. Когда они переделывают, эти штуки не работают. Нет, поэтому тут все оригинально идет. Где-то там вставки есть, конечно, потому что все равно разваливалась. Ну, только вставки, а камни на месте. Сейчас дальше больше камни будет на месте. Что это официальная история? Что это такое? Это Типон. Странное название, которое в скетчуа не расшифровывается. Чем-то напоминает Типон. Вот такой был змей Горыныш греческий. И здесь же все со змей тоже связано. Типон, как в древнегреческой мифологии, это могущественный чудовищный великан. И, согласно классического мифа, он бросил вызов олимпийским богам и был побежден Зевсом. Мы знаем, что в Перу все названия местности имеют смысл. Можно даже название перевести дословно. Если перуанцы не знают, что означает слово Типон, возможно, что действительно это слово пришло из Греции. И можно ли предположить, что Перу была связана с Древней Грецией? Как Вы думаете? Пишите комментарии, насколько эта версия правильная. Это ступенчатая плаформенная пирамида с сохраненными по ней источниками. На вершину мы пускали дрон, видно вершину? Ага. Самая вершина. На ней руины. Тоже перегоналка. Вот. И, как видите, Типон уходит очень далеко. Он туда. Вот заканчивается. Вот эта гора обвалилась, как будто обвал был. И часть Типона завалила. Поэтому часть источников не работает. Только одна сторона его работает. Вот. И шел Типон. Вот эти все платформы, где будка охранника, это все следующая была платформа. Но эти уже не восстанавливались. Там только остатки. Я их проверил. Спешком спускался вниз в долину. И остатки обломки Типона валяются в посуде. Это означает, что платформу спускались до самого низа до реки. Угу. Угу. Был туннель. Обвалился. Обвалился. Обвалился вход. Не вход. А вход. Подземелья. Обвалился. Просела земля. И его видно. Этот провал. И он прямо рядом с вентиляционным одушиной находится. Одушина еще сохранилась. И его можно увидеть. Глубокая достаточно. Ее завали ее немножко мусором. Сеном там каким-то. Вот. Тем не менее. Она сохранилась ее прямо рядом с этим провалом земли. Потому что все это связано с подземельями уже. Ну вот здесь, правда. Вот по этой платформе. Ага. Мы купили где-нибудь у Атана. Вот этот штырь каменный. Ага. Там у пирамиды платформы вот такие вот даже есть. Это что, тоже для морковки, что ли? Нет, конечно. Это символика пирамид. Ступени. Они для другого. Вот сейчас я буду показывать Фибоначо. Я обнаружил не только в этом месте. Здесь есть намеки на то, что было это в других местах. Вот. Здесь есть так называемые вот эти ступени боковые. Видны их, да? Ага. Якобы ступени. Ну да. На самом деле точно такие же вещи есть в Индии, в Иране и в других местах. Ступени на одной платформе идут. Так. А на другой платформе идут. Вот так. Потом снова так. И снова так. И это можно увидеть на фотографиях любых этих индийских колодцев, древних вот этих, конструкция которых напоминает Типоновскую, кстати говоря. Вот. И это означает, что это не совсем ступени, а точнее вовсе не ступени даже, по той причине, что они лишь обозначают еще одну какую-то символику ступенчатых пирамид. Вот эти вот наклоны. Видишь, смотри, как они сходятся. На следующей платформе расходятся. Сходятся и расходятся. Обрати внимание. Сейчас, сейчас увидишь кое-что. Вот здесь находятся камни. Они говорят, что это лесенки, но это не лесенки же. Если они говорят, что это лесенки, то я и говорю, что это не лесенки, потому что я видел в разных местах следующее. Вот один камень торчит. Он не является ступенью, у него не было продолжения. Видно? Он один. И смотрим сразу сюда. Следующий, видишь, внизу, вон, торчит еще примерно травой. Еще один. Один плюс один, да? Следующая пойдет в две ступени. Ни по этому камню, ни по тому, мы не можем подняться на платформу. Но они здесь есть. А продолжения у них нет. И не было. Кладка оригинальная сохранилась так, как есть. Доходим до следующих. И, видимо, это два камня. Один плюс один. Сложение предыдущего дает следующий номер. Два. Теперь сложение предыдущих двух дает следующий номер три. Три. И это Фибоначчи было присутствовало во многих местах. Я их обнаружил в том числе и в Писоке, кстати говоря, на Рынях. Когда все ступени платформы обходил. Вот. Поэтому все это не случайно. Здесь же, я же говорил, заложена сакральная геометрия. Золотое сечение, число Пи, Фи и все прочие эти Фи. Есть этот сигнал. Один, один. Один плюс два. Три. Три плюс два. Пять. То есть здесь доходит только вот до Вит. Здесь то самое. И в Писоке тоже. Они как бы использовались. Где-то, как письмо на одну из платформ обязательно какой-то вот такой сигнал уходит. То есть обозначение названия этой местности. То есть, географическое расположение местности. Один, один, три. Три, пять. Для чего-то это делалось. Я вижу, что подходит под число Фибоначчи. Это не одно место, где это случилось. Понятно подходит. Да. здесь тоже 5 то есть там как бы подъем а здесь уже пришли то место. Они всегда вставляли в одну платформу, или максимум две платформы. Это символика вот этих ступенчатых пираметров. Так, так и так. А здесь еще интересно, что вот этот водопад, этот канал шумит по-разному. Обрати внимание на звук. Там он ревел звук, где мы шли. Здесь помягче. И сейчас будет колено ломать воду через колено. И будет все тише и тише, и дальше будет. Сейчас послушаем здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так, по-разному. Все понятно. А это да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok